Добрый день, дорогие радиослушатели и телезрители. В эфире программа «Якутск. Сегодня» в студии для вас работает Ларина Сукуева, за режиссёрским пультом Михаил Эверстов и Николай Слепцов. На календаре 17 мая, пятница. Весна в самом её разгаре. Это прекрасная пора пробуждения природы, ощущения грядущих перемен, новых планов и целей. Но есть среди нас люди, которые со страхом ждут этого периода сезона. И речь не идёт не об аллергиках, чьё состояние ухудшается с появлением зелени или пуха. Сегодня мы расскажем о тех, кто, страдая психическими заболеваниями, переживает пресловутое весеннее обострение. Так что, если у вас есть вопросы по этой теме, смело звоните нам в студию. Мы работаем, как и всегда, в прямом эфире. Наш телефон в студии прежний 320066-321166. И работает WhatsApp номер 7-411-232-0066. Итак, межсезонье активизирует признаки хронических психических расстройств. Именно в это время наблюдается рост числа пациентов, обратившихся за помощью психиатров. У таких больных врачи отмечают пошатнувшееся душевное состояние. Почему это происходит, сегодня нам расскажет врач-психиатр якутского республиканского психоневрологического диспансера Светлана Романцова. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, правда ли то, о чём я сейчас только что говорила, что весной увеличивается весеннее обострение. С чем это связано, как вы считаете? Это действительно правда. Весной у наших некоторых больных, пациентов, усиливается проявление их заболевания. С чем это связано? Конечно, на самом деле какого-то точного ответа у учёных нет, у врачей нет какого-то определённого ответа на этот вопрос. Но, возможно, это связано с тем, что долгий период зимы, долгое отсутствие солнца, авитаминоз, это всё может сказываться на организме, и даже здоровых людей сказывается на самом-то деле. А когда у человека есть какие-то проблемы в психическом здоровье, то это естественно, он почувствует это, и обычно это проявляется обострением симптоматики. Да, это правда. То есть мы говорим и о психозах, и о депрессии, и о более сложных психических пространствах. Действительно, и психозы могут быть, то есть обостряться, может обостряться шизофрения, и может быть, и депрессия тоже относится к этому, что могут быть эпизоды депрессии развиваться. Светлана, вы упомянули такое заболевание, как шизофрения. Согласно статистике, я вот когда готовилась к нашему разговору, узнала, что шизофрения болеет 24 миллиона человек во всём мире. Преувеличена или преуменьшена ли эта сумма? Это очень хороший вопрос. И мне кажется, но это моё личное мнение, что эта цифра на самом-то деле уменьшена. Почему я так думаю? Потому что мой преподаватель по психиатрии всегда говорила нам, что шизофрении в популяции 1%. Сто лет назад, сейчас это всегда примерно 1%. Но вот это вот такая странность при шизофрении, что она никак не меняется, это число пациентов. И получается, что если это 1%, я, правда, встречала это в учебниках по психиатрии, в монографии, по шизофрении, часто упоминается это число. И если взять, что у нас в мире 8 миллиардов человек, 1% от этих 8 миллиардов – это 80 миллионов. Это явно больше, чем 24. И я думаю, что всё же наверняка какая-то точная цифра, я не знаю, это точная цифра, но правда будет где-то посередине. То есть, наверное, это 50-60 миллионов на самом деле. А почему эта цифра не меняется? Вот вы сказали и 100 лет назад, и сейчас. Этого тоже на самом деле никто не знает. Вообще шизофрения – это такая болезнь, и много чего не раскрытого в ней. Ну, то есть, неясны точные причины, да, есть некоторые теории, но точных нет. Но очень много неизвестного и ещё не изученного на самом деле. Загарочная болезнь. Да, достаточно такая загарочная. А в чём особенность шизофрении, и в чём её отличие от других психических расстройств? Вообще шизофрения, если дословно переводить, это «решепляю разум». Если обращаться к медицинским терминам, то это хроническое, проградиентное психическое заболевание, и характеризующееся распадом единства психических процессов и сопровождающееся негативными симптомами. Но что это будет, если перевести на такой человеческий язык, да? Я бы предложила взять, например, яблоко за такой образ нашей психики, здоровой психики человека. Вот есть человек, у него есть это яблоко, это его здоровая личность, его психика. То есть он хорошо мыслит, эмоции у него в порядке, эмоциональное регулирование, память, внимание, всё хорошо. Вот яблоко целое, красивое. Если этот человек заболеет шизофрении, то начнут происходить следующее. Начнут появляться позитивные эти симптомы. Позитивные они называются, потому что это симптомы со знаком плюс. Это вот как раз такие галлюцинации, бред, кататонические проявления. И если это яблоко наше взять, то это будут, ну там, я не знаю, листочки какие-то с деревьев, грязь какая-то налипшая на это яблоко. Но что хорошего, что эти симптомы, в принципе, можно убрать. То есть есть антипсихотические препараты наши, которые лечат и хорошо купируют именно эти симптомы. Яблоко наше так можно почистить, принимая эти лекарства. Но самая, на самом деле, трагедия шизофрении в том, что есть негативные симптомы. Негативные симптомы со знаком минус. Это отсутствие воли, это эмоциональное скуднение, да. То есть человек теряет социальные связи, уходит в себя, перестаёт, не может вести какое-то там... Ну, коммуникация его нарушается очень сильно. И это приводит к инвалидизации и дефекту личности. Ну, то есть слабоумие, так скажем, возникает у человека, да. И вот эти негативные симптомы, если вспомнить наше яблоко, они будут проявляться тем, что кто-то будет... Ну, вот шизофрения будет отщипывать кусочки этого яблока. И в связи с тем, что это за заболевание, там, с благоприятным исходом, или оно достаточно такое агрессивное, да, ну, то есть непрерывное течение, то, предположим, к концу жизни человека это яблоко будет, ну, вот, изгрызано до сердцевины. Ну, то есть вот дефект этот произойдёт, оно полностью распадётся, так скажем, да. Вот, и в этом и есть вся трагедия шизофрении, что вот эти позитивные симптомы, они достаточно хорошо купируются, и они проявляются как раз-таки в психоз, ну, вот в острое вот это обострение заболевания, да. И под лечением они обычно проходят. А негативные? А негативные на всём протяжении болезни есть. Ну, то есть смотря какой это тип течения болезни, да, то есть может по чуть-чуть совсем откусывать, да, а может сильно и прям большие куски отрывать болезнь, да, и тогда вот этот распад происходит быстрее. Ну, то есть вот трагедия в том, что вот этот распад личности происходит. И главная задача психиатра вовремя, да, это узнать. Да, главная задача человеку вовремя обратиться и начать раннее лечение. Потому что чем раньше, тем можно вот эти вот негативные симптомы притормозить и даже вот дойти до конца жизни с хорошим такой, с хорошим яблоком. Я вас поняла, Светлана. А вот вы говорили уход в себя. В чём тогда отличие от депрессии? В депрессии обычно тоже уходят же в себя. Да, действительно, в депрессии тоже есть такие симптомы. Но тут важно понимать, что при жизофрении человек теряет критичность. То есть он перестаёт реально оценивать своё состояние, вообще реальность перестаёт как-то оценивать, да, ну, потому что там ещё есть позитивные какие-то симптомы бывают, галлюцинации, он бывает ими захвачен полностью этими галлюцинациями или предоподобными, ну, бредовыми какими-то переживаниями. При депрессии человек испытывает тяжесть от этого. Он понимает, что он отдалился от всех. Ему очень тягостно это переживать. Осознаёт, получается. Он осознаёт, он ничего не может с этим поделать. Если это шизофрения, то человек просто уходит от себя. Он не осознаёт? Да, ему так нормально. Его близким плохо, там, его контакты рвутся, там, да, с окружающим миром. Ну, ему вообще абсолютно всё равно на это. Вот почему. В этом и разница. Да, в этом разница, ага. Светлана, вы ещё сказали, такой вот упомянули термин расщепление личности. А есть же ещё такое понятие, как раздвоение личности, и мы часто об этом слышим в кино, да, вот тот же фильм «Сплит», где там 23 личности. Вот это одно и то же или разные понятия? Это разные понятия, потому что шизофрению часто путают с раздвоением личности. Это абсолютный миф, это неправда, потому что раздвоение личности – это всё-таки продиссоциативное расстройство личности. И там действительно у человека имеется одна главная какая-то личность, да, и множество других личностей. Вот. А при шизофрении тут другое. При шизофрении расщепление разума имеется в виду, что вот расщепление – единство этих психических функций. То есть нет единства между мышлением, эмоциональным откликом. Вот это имеется в виду, распад вот этих процессов. А раздвоение личности – это раздвоение личности. То есть это отдельная болезнь? Да, это вообще отдельная, да, болезнь и другая рубрика даже болезней вообще. Ага, но сегодня об этом мы не будем говорить. А ещё я читала, что буквально до 80-х годов прошлого века аутизм относили тоже к шизофрении. Да, но я думаю, что здесь всё-таки имелось в виду… Может быть, действительно, кстати, аутизм относили к шизофрении, но сейчас не относят. То есть вот этот атипичный аутизм – это другое. Это всё, ну, вот у детей, которые проявляются, да, это всё-таки вообще другое расстройство. Почему так считали? Возможно, да, потому что вот эти вот… Говорят, что вот в негативные симптомы шизофрении входят симптомы аутизма. Аутизм тут имеют в виду именно уход в себя пациента, да, что человек начинает уходить в себя, рвёт вот эти внешние связи, да, с другими людьми. Не контактируют. Про это, да, а не про тот аутизм, который сейчас вот детям ставят, да, в детстве. В таком случае как можно узнать вот первые симптомы шизофрении? Причём как проявляется начинающая шизофрения? Тут тоже так интересно. Если мы возьмём болезнь, то есть, например, период вот разгара болезни и предболезнь, так скажем, да, вот продрамальные симптомы их называют, то есть симптомы, которые проявляются до болезни, и они правда есть. И их обычно... Ну вот тут вот я задумалась над этим вопросом, потому что когда у нас острый период болезни у человека, тут человек, вот это всё-таки критика к своему состоянию нарушается. И тогда пациент редко, когда замечает за собой что-то, он становится слишком поглощён своими переживаниями, да, там галлюцинаторными или каким-то бредом, например, да, потому что для него это его реальность, и он прям поглощён полностью ими, уходит туда. И обычно замечать что-то начинают его близкие, которые понимают, что что-то с поведением не так, да, что был человек вот такой общительно-весёлый, а стал какой-то угрюмый и сидит в комнате, не выходит вообще оттуда. И о чём-то говорит вообще, о какой-то идее. Или сам собой тоже может быть, либо какие-то идеи, да, прям захваченность какой-то идеи, например, у человека, да. И вот как можно самому определить? Некоторые люди начинают подозревать у себя шизофрению. Вот я думаю, что это всё-таки предболезненное состояние. Вот в нём как раз-таки могут быть вот этот вот уход в себя, да. Вот там обычно, вот в моей практике люди начинают жаловаться на то, что у меня нет энергии, что я вообще ничего не хочу. Апатия. Апатия, да. Но при этом тут даже не апатия, тут как обулия, отсутствие воли. То есть они вот встать не могут, им даже телефон неинтересен, просто лежат и там смотрят в потолок, например, да. При этом приходят они на приём не потому, что им что-то, ну что-то не так с ним, ну как-то так не так себя чувствуют, а то, что там жена их подтолкнула, да, потому что, ну, говорит, что это уже что-то не то там, да, иди сходи к врачу. Либо там на работе ругаются на них из-за этого, и тогда они идут. То есть получается другие замечают. Как будто извне, да, вот этот вот толчок происходит. Светлана, у нас есть телефонный звонок, вы можете надеть наушники, чтобы услышать звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Говорите. Добрый день. Добрый. В Евангелии от Луки, там в восьмой голове, описывается, как Иисус излечил Бесноватого. Вы об этом читали или слышали ли? Вот там описывается история, что он, когда Иисус приплыл в Гадаре, его встретил там Бесноватый, который вся деревня не могла его, ну, сепями там, его к скале привязывали, он все обрувал, избегал. И Иисус из этого Бесноватого изгоняет бесов. Там легион, там тысячи были внутри этого Бесноватого. И он, Иисус силой Божией, изгоняет этих бесов, и они двухтысячные стадо свиней. Спасибо за звонок. Мы вас поняли, да? Светлана, как вы прокомментируете? Да, вы можете снять наушники. Как вы можете прокомментировать этот звонок? Да, спасибо за вопрос. Но тут вот, что бы я сказала на это, да? То есть, как я поняла, вопрос в том, что раньше, получается, религия помогала, да, и как будто излечить эти расстройства. Ну, правда, такое было раньше. Ну, там, сто лет назад. Изгнание дьявола. Когда-то шизофрению лечили сном, например. Или больных шизофренией, людей запирали в клетках. Ну, прямо держали там, пока вот эпизод болезни не пройдёт. И на самом деле, что можно сказать по этому поводу? Ну, лекарств, правда, не было. Ну, я не думаю, что возможно... Ну, вот насчёт религии... Но это была шизофрения вообще? Это похоже на это, правда. Похоже на острый психоз, да? Не то, чтобы... Я точно могу сказать, что это шизофрения. Но это острое какое-то психотическое расстройство, да? И тогда действительно люди прибегали к религии, прибегали. Вот экзорцизм тогда появился, да? Ну, тогда вот насчёт экзорцизма там, может быть, ещё истерическое расстройство было. Может быть, это ещё и не психоз было. Это там другое ещё было состояние, да? Имитирующее другие заболевания, так скажем. Ну, довольно-таки интересно с исторической точки зрения тоже изучать эту сторону вопроса. Да, и такое, наверное, могло быть, что людям помогало. Потому что всё-таки психоз, он же не может длиться вечно. И возможно такое, что он обрывался где-то самостоятельно, да? И это попадало там, например, в период лечения или изгнания этих демонов. И действительно, и люди поэтому верили, что да, действительно помогло. Ну, вот такие вот какие-то были случайности, так скажем, да? Поэтому, да, было такое прям... А вообще в чём причины шизофрении? На самом деле, прям какой-то определённой причины шизофрении до сих пор не установлено. Но есть теории, да, к которым склоняются там большинство врачей, да, учёных. Это генетическая теория, что, естественно, ну и есть обнаружены гены шизофрении, да. И при наличии этого гена в геноме человека возможно такое, что проявится себя шизофрения у человека. То есть если у родителей или у бабушки, дедушки была шизофрения, то есть возможно, что у тебя тоже появится, да? Например, да, если у одного из родителей есть шизофрения, то у ребёнка в 10% случаях шизофрению обнаружат. Если это два родителя страдают, то это уже 50%. Но опять-таки не 100%. То есть тут ещё какие-то факторы, значит, есть, да? И прибегают также к теории медиаторов, да, то есть вот дофамин, нейромедиатор, которого становится слишком много в определённых областях головного мозга. И тогда вот у человека начинаются проявляться вот эти вот симптомы шизофрении, да. Поэтому и изобретено на самом деле лечение, то есть вот наши антипсихотики, препараты, которыми лечат больных шизофренией, они направлены на то, чтобы восстановить баланс дофамина на самом деле. Действуют на эти D-рецепторы, да, в головном мозгу. И ещё я больше склоняюсь к биопсихосоциальной модели шизофрении, но вот этой теории происхождения, она гласит о том, что есть определённая уязвимость. То есть тут человек, у него имеется уязвимость в плане заболеть шизофренией, да. Уязвимость – это про генетическую предрасположенность генов у него. Ну, там есть какие-то гены шизофрении у него. У него также есть, например, определённое… Ну, например, он рос не очень в хороших условиях, да. Там было множество травм каких-то психологических, например. Да, психика такая не очень устойчивая, да, достаточно повреждённая какая-то, да. Либо он родился уже такой астеничный, так скажем, да. И тогда, если у этого человека в жизни случится… То есть почва такая есть для заболевания. И если у него в жизни случится какое-то достаточно сильное стрессовое воздействие на него, может начаться шизофрения. То есть триггер, как сейчас говорят. Шизофрения произойдёт, и шизофрения начнётся. Это может быть не обязательно стрессовое расстройство. Это может, например, злоупотребление, ПАВ. Или вообще бывает такое, что люди пробуют какие-то наркотические вещества, и это запускает не то чтобы наркотики, а они как провокаторы, как триггер. Дорогие друзья, не забывайте, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете звонить нам в студию, задавать вопросы врачу-психиатру. Сегодня мы говорим о шизофрении. Также у нас работает ватсап-номер. Плюс семь четыреста одиннадцать два три два ноль ноль шесть шесть сейчас. Добрый день, дорогие друзья. Программа Якутск сегодня продолжает свою работу, и мы продолжаем говорить о таком психическом заболевании, как шизофрения. В студии вместе со мной врач-психиатр Светлана Романцева. Работаем мы в прямом эфире. Наш телефон тридцать два ноль ноль шесть шесть тридцать два один шесть шесть. И у нас работает ватсап-номер плюс семь четыреста одиннадцать два три два ноль ноль шесть шесть. Звоните, задавайте свои вопросы. Светлана, вы говорили о том, что наркотические средства, они могут спровоцировать шизофрению. Это так? Да, это действительно так. То есть они могут сработать как триггер, про который мы говорили. То есть у человека есть эта почва, уязвимость вот эта к шизофрении. И если человек долгое время употребляет, и бывают даже случаи, когда единожды употребив, то это приводит к каким-то психическим расстройствам в плане шизофрении тоже может. То есть как триггер, да, может. То есть получается наряду с наследственными, психические средства наркотические, они тоже могут стать причиной появления. А вообще становятся ли признаки шизофрении ярче при отсутствии лечения? Ну вот тут вот этот вопрос про то, что на самом-то деле, чем раньше мы начнём лечить шизофрению, тем лучше, тем лучше прогноз для человека вообще, да, в плане вот этого распада личности. И получается, если у нас человек болеет и не лечится, то, естественно, у него будут ремиссии, спонтанные ремиссии будут, да. Ему будет в какой-то период лучше, в какой-то хуже, в плане вот там галлюцинаторному, например, да. Вот эти психозы, они всё равно будут у него случаться и всё равно будут каким-то образом проходить, да, самостоятельно даже. Но при этом он будет, ну, это будет нарушать его связи с окружающими. Ну, как будто бы, да, как будто болезнь будет ярче себя проявлять, и даже не в плане вот галлюцинации и бреда, да, а в плане вот этого вот повреждения личности. То там оно сильнее, оно сильнее будут идти, вот эти вот все процессы распада. Поэтому я думаю, что да, такое возможно. Вообще шизофрения часто подвергается так называемой стигматизации, то есть когда на людей навешивают ярлыки дискриминация, да, вот из-за диагноза. Вот как вот со стигмой борются в нашем времени, в нашем мире? Нужно начать вообще с того, что такое стигма. Стигма пошла, это слово пошло с Древней Греции, и тогда оно обозначало клеймо. Да, оно и сейчас обозначает клеймо, и клеймили тогда рабов. И по сути стигматизация — это вот выделение групп людей по какому-то определённому признаку и потом приписывание этим людям, этой группе людей, каких-то признаков, да, черт каких-то. Вот. И стигматизация на самом деле достаточно сильно нарушает вообще жизнь наших пациентов, да, то есть людей, у которых диагностируют шизофрению. Во-первых, потому что другие люди очень боятся этого заболевания и начинают как-то относиться по-другому к человеку, да. И при этом есть ещё самостигматизация. То есть сам человек, когда он узнаёт о том, что у него это тяжёлое заболевание, он начинает сам себя стигматизировать. А как это происходит? Про то, что он начинает думать, что ну всё, жизнь кончена там, да. Но вот начинается вот это вот... Суицидальные мысли, да. Суицидальные мысли тоже туда же, да. Что я какой-то не такой, что я там сумасшедший, что всё как бы может даже разрывать близкие связи, что со мной не живи, я вот скоро вообще с ума сойду, например, близким говорить. И поэтому действительно, да, а может быть там вообще благоприятное такое течение заболевания, и всё хорошо у человека было бы, если бы он пошёл бы и начал лечиться. А вот он самостигматизацией, и это мешает людям идти к врачу вовремя. То есть люди до последнего, подозревая у себя какое-то психическое расстройство, они до последнего сидят и ждут, когда оно само пройдёт. Я не знаю, пробуют всё, что можно, только не идут к врачу. Потому что вот стигматизация, то есть если я приду, то всё, то я какой-то вот... В нашей стране, по-моему, это наиболее так ярко выражено, вот эта вот стигматизация, когда вот навешивают ярлыки. Вот почему это происходит, и борются ли с этим у нас сейчас? Борются. Как? Вот мы сейчас здесь с вами, прям здесь боремся, потому что это тоже один из методов борьбы со стигматизацией, то есть развенчивание этих мифов, ну в данном случае о психических заболеваниях, о шизофрении, да, это нужно делать, нужно говорить людям, что это... Не заразно. Это не заразно, да, что не всё так плохо, как может показаться, да, что люди, которые страдают шизофренией, это не какие-то там маньяки-убийцы, как тоже часто любят говорить, что они какие-то чересчур агрессивные, там, да, что их надо запереть и где-то там держать и не выпускать. Это абсолютно не так, то есть люди, страдающие шизофренией, ну большинство из них ведут обычный образ жизни, просто они пьют лекарства, да, как-то более усиленно следят за собой, за своим психическим... То есть это как обычная болезнь? Да, как хроническое заболевание, которое тоже требует к себе внимания, естественно. Как сахарный диабет. Да, ну вот я так это понимаю. Ну и стигматизация подвергается сами психиатры, наверное? Да, сами психиатры тоже подвергаются, правда, даже так. Ну если да, говорить об этом, нужно напомнить людям, что даже когда мы обращаемся к психологу, уже относятся так, что-то с тобой не так. Да, то есть даже психологи тоже подвергаются стигматизации, но в меньшей степени, чем психиатры. Да, у психологов их тоже стигматизируют, правда. Если ты обратился, значит, уже что-то не так. Тебя стоит бояться, да, или остерегаться. Ну вот, хотя это абсолютно не так. У нас снова в студии телефонный звонок. Добрый день, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте, говорите. Деменция – это тоже болезнь. Я отчастливая пансоната живу. Все такие люди. Спасибо вам за звонок. Вопрос от деменции. Что за болезнь относится ли она к шизофрении? Деменция не относится к шизофрении. Это как раз-таки болезнь более такого пожилого возраста, так скажем, да. Редко когда она проявляется в раннем возрасте. И это получается, когда у человека ухудшается память. Ну, то есть там именно нарушения идут, связанные с памятью. То есть сначала человек начинает, кратковременное сначала страдает, потом долговременное. Ну, то есть вот начинается с того, что человек становится забывчивым, ключи забыл, ещё что-то забыл. Потихонечку это перерастает в что-то серьёзное. Человек начинает путать имена родственников, а потом забывает вообще там, кто приходит к нему, перестаёт узнавать своих близких, да, и путать факты из биографии вообще. Ну, то есть вот это заболевание, оно больше к памяти относится. А это для психиатра, да, работает? Это психиатра, да, это психиатрический диагноз, но там механизм совершенно другой. Там не как у шизофрении, это другое заболевание. А всегда ли люди в возрасте заболеют деменцией? Нет, абсолютно нет, это не всегда. Не обязательно? Это не обязательно, да, старость не равно деменция. Всё, я вас поняла. Так, у нас снова есть телефонный звонок, мы вас слушаем. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Здравствуйте, говорите. Хотела бы узнать про простую форму шизофрении. У нас вот родственник болеет, да, родной племянник, и у него такой диагноз поставили, и мы не лечим тебя. Как бы, получается, он ничего не пьёт, лекарства, и как бы сам по себе живёт. Ничего не делает там, вроде и галлюцинации непонятно, вроде нету ни этих. Ну, он как бы сам по себе ходит. Спасибо вам за звонок. Простая форма, да, шизофрении? Да, это одна из форм шизофрении. Это как раз про то, это та форма, при которой, ну вот, женщина же сказала о том, что нет галлюцинаций, и их правда нет при простой форме. То есть вот эти позитивные симптомы, про которые я говорила, что вот на яблочко что-то падает, их нет. Есть вот эти откусывания постепенные. То есть при простой форме шизофрении там как раз-таки негативные симптомы. Это вот эта вот отгороженность от других, да, какие там могут быть... Вот он сам по себе ходит, говорит. Да, вот сам по себе ходит, да, с родственниками может не общаться, да. А работу, ну, инвалидизация, это приводит к инвалидизации. То есть вот эти вот нарушения воли появляются, там работать не может, даже не всегда кушает, там, да, когда нужно. Вот, и это тоже нужно лечить. Это тоже, при этом тоже нужно пить лекарство. То есть в этом случае родственнику нужно обязательно обратиться к психиатру? Да, нужно обратиться, да, потому что вот это отщипывание, это происходит, и это ухудшает его прогноз на будущее, так скажем. И если лекарство начнёт пить, то это отщипывание начнёт вот замедляться. Купироваться, да? Да, замедляться, и может вообще медленно так идти, поэтому... Обязательно обратитесь к психиатру. Скажите честно, шизофрения – это приговор? Нет, это не приговор, потому что всё же зависит от того, какая форма у вас, какой тип течения шизофрения. Действительно, бывают закачественные, да, такие типы течения, такие, которые начинаются там в детстве, в юности, там, да, и тогда, правда, прогноз не очень хороший. Когда шизофрения начинается более там уже в зрелом возрасте, это обычно 25-30 лет, и если это хорошая форма, например, она не непрерывная форма, да, а вот какие-то приступообразные, так скажем, да, но есть благоприятные формы, при которых при правильном лечении, если человек будет соблюдать все рекомендации, да, периодически он, возможно, будет выпадать из социума, да, по причине болезни, но ремиссии будут такие достаточно хорошие, и он может жить достаточно качественную жизнь, если он тоже, ну, как бы приложит усилия к этому, так сказать, да, и будет соблюдать рекомендации. А давайте еще раз напомним нашим телезрителям и радиослушателям, на что следует обратить внимание вот первичные симптомы. Это нет каких-то таких определенных, да, но обычно как это, вот для родных, например, да, когда человек начинает, ну, отгораживаться от своего окружения, да, перестает общаться с друзьями, с родственниками, возможно, какие-то, ну, какое-то раздражение, да, непонятно на что, например, да, либо начинает, ну, перестает ходить на работу, перестает следить за собой, ну, не моется, например, не ухаживает за собой, вот сидит в своей комнате, да, и еще, возможно, например, такие вещи, как вот какие-то сверхценные идеи, то есть у него появляются мысли. Заговоры, да. Заговоры, изобрести что-то там, да, какие-то новые слова в лексиконе вообще появляются, вот неологизмы такие, он что-то создает как будто новое, или говорит, что ему кажется, что кто-то следит за ним, да, ну, вот какая-то тревога у человека появляется, какой-то страх, и он вот может метаться по квартире, что-то там завешивать, занавешивать, ну, вот такое. То есть на это следует обратить внимание и обратиться. Да, какие-то странности поведения, так скажем. Спасибо вам, Светлана. У нас есть в WhatsApp вопрос, что помогает в ремиссии шизофрении? Имеется в виду, что помогает приблизить ремиссию, да? Ну, возможно, так, да. Что помогает? Ну, на самом деле тут зависит от самого заболевания, да, от типа течения заболевания, про то, насколько большие будут эти периоды ремиссии, потому что действительно есть такой тип, типа такие, которые там один раз произошёл психоз в жизни человека, да, вот этот острый период болезни, и всё, и больше никогда не было. Есть и такие формы. А есть, когда там человек, ну, месяц побыл в более-менее здоровом состоянии, и всё, и снова, и снова болезнь. Вот так может быть. То есть вообще вот такой непрерывно, как будто и ремиссии нет вообще. Что помогает? Нет, я думаю, что ещё, во-первых, это приём лекарств. Не нужно их бросать, если у вас наступила ремиссия. Их обязательно пьём. Это всё, ну, вот если поставили шизофрению, да, наше антипсихотическое лечение имеет побочные эффекты, правда. Но его можно подобрать так, чтобы это минимально сказывалось на жизни человека, да, какие-то побочные эффекты меньше всего проявлялись. И это пьём лекарства, это следим за вот стрессом. Ну, то есть работу выбираем такую, чтобы я меньше стрессовала, например. Ну, когда оберегаем себя. Меньше стрессовала ситуация, да? Да. Проходим обследование, пьём витамины, да, ну, вот такое. А вот о побочных эффектах о каких вы говорите? Ну, наши антипсихотические препараты, они достаточно сильные препараты, да. И они, почему многие пациенты бросают их? Потому что, ну, действительно, это ведь длительный приём, да. И побочные эффекты бывают, ну, у всех лекарств, не только у антипсихотической терапии, да. Вообще все лекарства проявляют побочные эффекты. У наших препаратов бывают такие неприятные эффекты, как, например, ну, вот мышечные дрожжания, да, спазмы. Могут там спазмировать некоторые мышцы, например, да. Но на самом деле это вот старые поколения антипсихотиков, они давали очень сильные побочные эффекты. Ну, там, правда, по всем системам были не очень приятные. А нового поколения они... Да, да, они... Их, во-первых, всё больше и больше становится, на рынке появляются новые препараты. И они как раз-таки направлены на то, чтобы сократить эти побочные эффекты. И они, правда, дают их меньше, нежели старые препараты. И более эффективно получается. Да. Так, и ещё такой вопрос. Вот мы говорили о Иисусе, который изгонял бесов, да. Но вообще хотелось бы вернуться к истории. Вот действительно, среди гениальных людей, если так углубиться в историю, довольно-таки много людей с психическими расстройствами. Вот как вы можете это объяснить? Шизофрения равно гениальность? Я думаю, что это миф на самом деле. Я думаю, что просто, если мы возьмём группу, там, я не знаю, людей без шизофрении и группу людей с шизофренией, то количество гениев, количество каких-то выдающихся личностей будет примерно одинаково. Я думаю, что вот насчёт гениальности, да, почему приписывают шизофрении, так как у людей в этой болезни у них меняется мышление, оно становится, правда, своеобразным, оно отличается от мышления здорового человека. И иногда, правда, слушая людей, да, которые страдают шизофренией, у которых вот нарушено мышление, можно, ну, правда, слушаться. Какие-то гениальные идеи, да? Да, это правда, у них, они очень хорошо могут рассказывать, какие-то продвигать свои идеи, очень так заряженно, да, и, правда, слушаешь и думаешь, что это что-то гениальное, ну, правда, можно так подумать. И поэтому, я думаю, что часто и приписывают по этому, потому что вот мышление нарушается и становится не как... Нестандартно. Да, нестандартно мыслить они начинают, и поэтому, скорее всего. То есть необязательно. Не обязательно, да. Так, у нас еще один Ватсап-вопрос. Какие способы помогут отсрочить шизофрению во время ремиссии? Как сам пациент может понять, что начинается обострение? Ну, опять-таки, способы, это то, что я перечислила, это лечение. Мы не бросаем лечение, мы продолжаем пить поддерживающую терапию, потому что поддерживающая терапия, она и является тем звеном, который удерживает человека от последующих приступов. Вот зачем и надо пить лекарства, чтобы болезнь не прогрессировала, чтобы хоть как-то ее удержать. Понятно, что это не панацея, что не произойдет снова, ну, какой-то приступ опять не случится, но все же нужно. Установлено врачами, что так надо. Получается, что может даже всю жизнь нужно пить, да? Да, да, ну, желательно всю жизнь, да. А как долго может длиться ремиссия? Ну, вот говорю, что в некоторых случаях бывает, что еще, да, потом в следующую жизнь может не быть этого приступа, а бывает, что вот непрерывно. То есть вот такая вариативность у шизофрении есть. Индивидуально. Индивидуально все, да. И, ну, что еще? Ну, вот это пить лекарства нужно. Если вам поставили диагноз, то обязательно нужно принимать те лекарства, которые вам назначил врач-психиатр. Огромное спасибо вам, Светлана. Я напомню, что у нас в студии была Светлана Романцова, врач-психиатр якутского республиканского психоневрологического диспансера. Сегодня мы говорили о шизофрении. На этом я с вами прощаюсь. Всем здоровья и всего хорошего.